Говорить в программе не так, но не сейчас. После вчерашнего прямой линии премьер-министра Путина сегодня пошли решения. Некоторые были до, отраженные здесь. Например, вчера премьер-министр Путин говорил о необходимости уменьшить квоты на иностранную рабочую силу в условиях кризиса и сопрягал это с безработицей. Сегодня такое решение принимается. Предложение уже есть, фактически принимается. Как ты к нему относишься? Ты знаешь, это надо быть экономистом, чтобы эту штуку оценить. Вообще, есть две точки зрения, и, по-видимому, в обоих есть свои аргументы. Первая точка зрения заключается в том, что это просто глупость, поскольку есть такие работы, на которые русского человека не заманишь, ну, гражданина России, на которые идут только гастарбайтеры, грязные работы и очень дешево оплачиваемые. И, соответственно, отсекая гастарбайтеров, вы тем самым искусственно повышаете стоимость этих работ, ну, например, в строительстве. А повышая стоимость работ, вы повышаете стоимость строительства, и за это из своего кармана будут платить никто иный, как граждане России, поскольку дома эти самые строят в России. Вопрос. Что вам дороже? Чтобы здесь были раздражающие вас гастарбайтеры, и они, так сказать, сбивали стоимость строительства, или чтобы вам приходилось дороже платить за квартиры. Правда, говорят, что гастарбайтеры очень плохо строят. Но я сильно сомневаюсь, что наши рабочие будут строить намного лучше. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения заключается в том, что, действительно, завоз гастарбайтеров в тех условиях, когда рынок труда будет сжиматься, но очевидным образом ущемляет интересы граждан России. Поэтому, я думаю, здесь найти какую-то золотую середину очень трудно. Но это заявление Путина, отчасти оно экономически обосновано, но в основном это пиар, конечно. Это такой сильный популистский пиар, как, собственно, и вся вчерашняя речь Путина. В чем я, опять же, ничего удивительного не вижу, поскольку главная задача Путина в этой ситуации – это чистейшей воды пиар, как свой личный, так и с целью успокоения вообще народа. Вообще, главная задача лидера государства в момент кризиса – не внятиться, сумятиться, волнение и так далее, и так далее – первая психотерапия – элементарное успокоение разбушевавшихся или взволнованных, или непонимающих масс. Так сказать, о, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг – вот это первое требование к президенту. Капитан выходит на мостик и спокойно стоит, и пассажиры потихонечку успокаиваются. Поэтому этот спектакль, который вчера был, а это, конечно, был чистейшей воды спектакль, тут не может быть двух мнений, спектакль довольно пошловатый, и грубовато сделанный. Но этот спектакль имел главную цель – успокоить людей. Я думаю, что этой цели Путин достиг огромное количество людей. Успокоено. Кого-то это, конечно, раздражает. Все эти примочки. – Ну что, у нас страна не может делать по-другому? Вот мы и с Колей звонит за полчаса об этом говорили. Нельзя, что ли, сделать по-другому? У нас невозможно доверительный разговор. Что ты об этом думаешь? – Невозможен, конечно. Конечно, невозможен. Этот спектакль рассчитан на 100 миллионов зрителей. Два миллиона зрителей он раздражает. Раздражают эти нелепые появления какой-то девочки, которая там что-то такое пищит дядя Володя, какой он ей дядя. Но это все очевидная такая постановка. Постановка, прямо скажем, не на уровне Станиславского. Сразу возникает мысль «не верю». Но эта мысль возникает у двух миллионов зрителей. А у 100 миллионов зрителей возникает не то, чтобы чувство веры, а общее успокоение. Вот для успокоения зрителей этот спектакль и ставится. Я не знаю, честно говоря, какого рода спектакль ставится во всем мире. По-моему, во время избирательной кампании в Америке между Маккейном и Обамой появился какой-то водопроводчик Джо. – А, это там был, да. – И Маккейн его называл «старина Джо». Я уж там не знаю, какой он ему «старина». Наверное, такой же «старина», как эта девочка-племянница Путина, понимаешь? – Ну что же, мы продолжим разговор через три минуты. Ну что же, мы продолжаем. Леонид Радзиховский здесь комментирует. Как холопам нравится, сидят, улыбаются, пишет нам «Че», революционно настроенный, судя по всему. – Значит, дело в том, что это действительно интересная тема. Вот у Достоевского есть такой рассказ «Скверный анекдот». – Да. – Этот «Скверный анекдот» рассказываю слушателям, которые, может быть, рассказ этот не читали, или повесть эту не читали. Значит, там речь идет о том, что большой начальник, но, разумеется, не царь, как Путин, но достаточно большой начальник, генерал, решил заговорить с людьми по-человечески, решил разговаривать с ними на равных, попытаться разговаривать с ними на равных. И что из этого получилось? А получился из этого скверный анекдот, как правильно сформулировано в названии. То есть, они очень быстро, они его подчиненные, мгновенно от растерянности и испуга перешли к дремучему хамству. В нем, на фоне хамства подчиненных, тут же проснулся нормальный русский начальник, который попытался на них орать, но было уже поздно, поскольку поезд в значительной степени ушел. А кончается этот рассказ тем, что этот начальник плачет и говорит, не выдержал, не выдержал ни он, ни народ. И этот скверный анекдот Достоевский, как говорится, не с потолка взял. Вот нечто подобное было с Горбачевым, нечто подобное было с Керенским, с массой людей, которые пытались разговаривать доверительно, которые при этом внутренне все равно понимали, какая огромная дистанция между ними и народом. Только народ это быстро переставал понимать и начинал с ними разговаривать совсем уж доверительно и совсем уж по-простому. И много радости от такого совсем доверительного и простого разговора не было ни у верхов, ни у низов. Вот я очень люблю это выражение. В России две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти. Так вот, при доверительном разговоре ни у тьмы власти, ни у тьмы внизу удовольствия большого не получается. У них, у народа, есть твердое представление о том, каким должен быть большой начальник, царь. И Путин с его несомненной харизмой, она, кстати, в последние годы появилась, вначале ее не было, он на краешке стула сидел и чувствовался крайне неуверенно. А с годами харизма пришла. Вот Путин с этой его твердой, немножко иронической, вальяжной харизмой, брутальной, идеально соответствует этому представлению. На чем и основана, между прочим, его популярность. Ну, а плюс к тому, разумеется, пищевое подкрепление. Пищевое подкрепление рефлекса. Детям мороженое, бабе цветы. И не перепутать. Девочке визит в Москву, безработным пособие, пенсионерам пенсии, ну и так далее, и так далее. Он это обещает. Более того, он это часто выполняет. Точнее, почти всегда выполняет. Выполнял. Во-первых, потому что потребности людей не так-то велики, не балованные народицы-то. А во-вторых, потому что, когда халявные нефтедоллары хлещут из всех щелей, отчушь не выполнить. Теперь выполнять будет, естественно, значительно труднее. Вопроса нет. Но, насколько я понимаю, Путин исходит из простой очень вещи. И может быть, очень разумный, кстати. Как и большинство западных экспертов, он уверен, и он вчера об этом прямо сказал, что кризис закончится в конце 2009 года, и с начала 2010 года начнется восстановление американской экономики. Если это так, то на год Кудринского загашника хватит. И никаких великих потрясений в этот год в России не будет, их можно избежать. Отсюда, я думаю, внутренняя уверенность Путина. Кстати, в его вчерашней речи я отметил еще один очень интересный момент. Путин прямо сказал, что, значит, вот через год начнется подъем мировой экономики. Дорогие товарищи, что такое мировая экономика? Это американская экономика. То есть, еще раз мы получили твердое подтверждение уже из уст Путина. Удивительного факта. Мы поднимаемся вместе с Америкой. Росла американская экономика. Росли цены на нефть. Мы поднимались. Мы падаем вместе с Америкой. Стала падать американская экономика. Стали падать цены на нефть. Мы стали падать. Опять начнет подниматься американская экономика. Опять мы начнем расти. Мы, не только мы. Тут нету какого-то особо обидного положения для России. Это весь мир. Весь мир так получилось. По факту. Нравится это, не нравится. Проклинают, не проклинают. Просто экспериментальный факт. Весь мир жестко завязан на американскую экономику. Она вверх, мир вверх, она вниз, мир вниз, наоборот, не работает. Вот у нас может быть локальный кризис, как он у нас был в 1998 году, и отнюдь не рухнула ни американская, ни мировая экономика. Но когда падает Америка, падаем и мы. Поэтому самые рьяные и самые активные наши патриоты должны молить Бога о восстановлении отнюдь не своей, что невозможно само по себе. Мы отдельно, как и другие страны отдельно, не существуем. О восстановлении проклятой американской экономики. Она восстановится, мы восстановимся. Увы и ах, но это факт, который в скрытой форме признал и Путин. Признав тем самым, что кризис – штука объективная, как морская волна. Остановить его ни руками, ни словами, ничем нельзя. Надо угадать, и это главная обязанность лидера сегодня, угадать момент нижней точки и в этот момент нырять в кризис. И в этот момент начинать восстановление, начинать другую политику, начинать другое финансирование, переждать, успокоить, переждать, дождаться нижнего момента и нырять в расчете, что волна опять вас поднимет. Вот, собственно говоря, и вся экономическая политика. А пытаться лбом пробить эту волну и плевать против ветра – бессмысленное занятие. Увы, но экономика рукотворная, но абсолютно объективная вещь, не подчиняющаяся ничьим желаниям и требованиям, в том числе и президентам.